Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... В процессе сортировки из отходов отделяются пластмассы, стекло, картон, бумага и лом черных металлов. В результате каждый месяц Рудневский завод сдает для повторного использования до 80 тонн прессованного картона, более 200 тонн металлолома, около 100 тонн стекла и 80 тонн ПЭТ-ФТАРы. Таким образом, операция подготовки ТБО к сжиганию, помимо чисто технологической функции, включает в себя и коммерческую составляющую. Управление технологическим процессом термического обезвреживания отходов на заводе полностью автоматизировано. Компьютерная система позволяет управлять входом технологического процесса на всех стадиях сжигания ТБО. На заводе установлены три технологические линии с единичной производительностью 13,5 тонн отходов в час. Их отличительной особенностью является использование печей с двухвихревым кипящим слоем инертного материала. Данная технология позволяет осуществить наиболее полное сжигание ТБО с минимальным образованием вредных веществ. Конструкция печей с двухвихревым кипящим слоем обладает рядом преимуществ перед традиционными слоевыми топками. Основные из них – производительность станции, отсутствие движущихся механических частей в зоне высоких температур, высокая тепловая инерция, позволяющая производить быстрый вывод печей на режим после краткосрочного останова, эффективное обезвреживание отходов в широком диапазоне изменений влажности и зольности, высокие удельные тепловые нагрузки при равномерном распределении температур в кипящем слое и пониженный выброс оксидов азота. Кроме того, чтобы нейтрализовать кислые компоненты дымовых газов, одновременно с сжиганием в печь постоянно подается известняк. Современная система очистки отходящих газов, установленная на МСЗ-4, предусматривает 6 ступеней очистки. Оборудование системы газоочистки занимает две трети всех производственных площадей завода. Перед выходом очищенных газов в дымовую трубу их состав контролируется газоанализатором. Рудневский завод ежегодно вырабатывает до 60 миллионов киловатт-час электроэнергии, как на собственные нужды завода, так и для передачи в электросети Москвы. А также полностью обеспечивает себя тепловой энергией. Обезвреживание термическим способом позволяет выработать из одной тонны ТВО от 250 до 350 киловатт-час электроэнергии, или от 1,2 до 1,3 гигакалорий тепловой энергии. По объему производимой тепловой и электрической энергии завод можно сравнить с небольшой теплоэлектростанцией, только работающей не на природном газе или мазуте, а на мусоре. Кроме того, сжигание позволяет уменьшить объемы захоронения ТВО на полигонах, снизить парк мусоровозов и расход горючего, снизить загруженность городских и подмосковных магистралей, а главное – использовать подмосковные земли для других целей. Нужно отметить, что если при строительстве первых московских мусоросжигательных заводов использовалось до 80% зарубежных оборудований и технологий, то при строительстве МСЗ-4 уровень зарубежного участия сократился до 60%. На заводе установлены два отечественных турбогенератора, которые были изготовлены на Калужском турбинном заводе. Для утилизации выделяющейся в печах тепловой энергии Подольский машиностроительный завод изготовил паровые котлы. Кроме того, российские предприятия поставили заводу все вспомогательное оборудование. В ближайшее время намечается пуст производства по переработке ПЭТ-тары. Зола по специальной технологии перерабатывается в технический грунт для использования на полигонах в технологических целях. В текущем году завершается работа по строительству цеха переработки золы и шлака, которые образуются в результате сжигания мусора. В своей производственной деятельности Рудневский завод использует самые передовые научно-технические достижения. Продолжение следует...